Так, друзья, привет! Сегодня тема видео про катализаторы. Я решил на своей Ниве 2131 удалить катализатор. Пробег у меня 56 тысяч километров. Приехал к Николаю, это студия выхлопа. Николай занимается просто ремонтом, чином выхлопа. Ну а также можем немножко развеселить ваш автомобиль, установку турбонагнетатель, доработкой двигателя, чтобы поехало повеселее. В данном случае здесь установлен ТД-06, расселя, сильвера, шестер, как соответственно, естественно, запил головки, то есть каналы, вал положен побольше, поршня с лужей, опять же, под турбу, чтобы снизить степень сжатия и дуть побольше. То есть конкретно вот в этом автомобиле максимальный надув это 2,3 бара. Турбу мы любим, уважаем, обожаем и собираем. У нас в катализаторы ничего не убирали, только заехали на яму, ну да, вот сам катализатор, сам бочонок. Сейчас что мы будем делать, чтобы оставить первый датчик кислорода, здесь срезаем вот по самый конус, вариваем пламик, и вот так вот уже отпиливаемся, то есть вот эта вот болванка будет убрана до сих пор, и вот так будет стоять пламегаситель. Все, так, саму работу снимать не будем, по факту уже мы все отснимем. Да, да, как будет готово, уже все покажем. Мы тебе будем вставить вот такой вот пламегаситель. Это нержавейка с наполнителем, с перфоридной трубой, с нормально проваренной, не как у некоторых производителей, то есть этот шов, он здесь по-сплошному проварен, и внутри здесь идет несколько слоев наполнителя, дальше уже корпус из 304-й айсинки. То есть если мы, например, его разрежем, вот такая же болванка, один в один у нас есть, то вот здесь мы увидим керамическое волокно, он, правда, уже запылился. А она мягкая, да? Да, мягкая. Здесь шерсть из нержавейки, чтобы это волокно не выдувалось. Но это у нас уже образец довольно-таки старый, то есть он, видишь, вообще белое, но запылилась. Не здесь уже вот этот слой внутри, он имеет шумоподавление, то есть как раз-таки резонанс, в нем весь гасится. То есть почему я тебе изначально сразу сказал, что мы будем ставить резонатор, а не вот, грубо говоря, кусок трубы. Ну да, мы хотели, ребята, изначально просто вырезать и поставить 51-ю трубу. Ну да, было. Николай сказал, что якобы звуки, да, не стоит, и будут другие звуки, да? А из-за чего? Будет резонанс, то есть у тебя, когда убираете катализатор, то есть вот, например, вот такой бочонок, когда мы его убираем, у нас скорость потока газов увеличивается. То есть, когда увеличивается на атмосфере скорость потока, усиливается резонанс. То есть у тебя машина начинает, грубо говоря, просто сильнее дребезжать, звенеть. А родной резонатор у тебя на это не рассчитан. Он рассчитан на работу вместе с катализатором. Если мы просто уберем его, варим трубу, у тебя будет такой, ну, малоприятный, характерный дребезг и звон. Так как у тебя автомобиль в повседневе, ты ездишь на ней каждый день, нужно вставить вот такой пламя, и вот как раз таки он будет поглощать этот резонанс, то есть гасить эти все неприятные звуки, дребезги и звоны. Ты уже будешь ездить на автомобиле как с катализатором, что с ним, что без него, по звучанию ты не поймешь разницу. То есть будет так же тихо. Далее. Есть у нас вот такой вот музей ужасов. Тех, кто в свое время сделал, так скажем, поворот не туда. Обратились к специалистам, которые совсем не специалисты. Это, ребята, к чему говорю. Нужно приезжать только в проверенные организации. Вот Николай занимается студией выхлопа уже давно. Уже большая практика. Поэтому сейчас он покажет и расскажет. Давай я тебе скажу так. Нельзя экономить. Тем более в России. Вот скупой платит дважды, лох трижды. Никогда не экономьте. Вот к чему приводит ваша экономия. То есть вот здесь обычные шпильки колесные варили. Это Nissan Tiana вообще приехал с Уфы или с Татарии. Там где-то ему... Ну это предыдущий владелец сделал. То есть человек приехал, говорит, что-то не так, давайте убедимся. То есть вот шпильки, блин, шпильки колесные варивают. Здесь вон тоже франкенштейн, какие-то куски железа. Какой-то вот они пытались лабиринт собрать здесь. Опять же ваты старые напихали, проволоку. Ладно. Здесь на что? Вон кресты есть. Я не знаю, ну православный или католический, но не работает. То есть вот наварили какую-то хребу. Далее. Вот когда у людей не было овального пламягосителя, а был круглый. Вот так вот его просто изнасиловали. Это уже вот как они прихватывали. И естественно все это дребезжит, звенит. Владелец приезжает к нам, говорит, мне пламягоситет поставили. Все равно звенит. Вот. Вот Infinity пример. Вот сюда вот они пламягоситет поставили. А здесь второй катализатор идет, он такой овальный. Вон тут варили колодки тормозные. Вон одна так вот варилась. Вот так вот делала. И у человека получилось еще больше дребезга. Здесь вот очень много примеров. Вот вам пример. В Орске пацаны варили пламягоситель. Не буду говорить, что за контора. Потому что сам не знаю. Но вот из Орска приехала вот с такими вот шикарными швами. Ну если видно. Перфорации даже есть наружные. Не надо вестись на цене, когда вам предлагают дешевле. Подумайте. Потому что вот элементарно гофрой. Вот как ее тут наваривали. Это что наварка такая? С катализатором давай-ка. А здесь внизу катализаторы. И что с ними происходит. То есть вот мы смотрим. С одной стороны вот он такой приятный. Целый. Это следы уж как мы срезали его болгаркой. На это не обращать внимания. А вот как ему плохо. То есть вот как он спекся. Вот как они спекаются. То есть здесь вон пятнышки. А здесь уже все. То есть это идет уже разрушение катализатора. Это уже перегрев. Это уже 1100-1200 градусов выше. То есть керамика текет. Вот плавится. Да. Вот пример того, как бывает у него раз неоднозначно все. То есть здесь катализатор был ровненький. Здесь он тоже гладкий. А вот в середине. Вот сейчас. Вот я разрушу. Ну. Он спекся. А почему в середине? Почему так получается? А пик температуры. То есть опять же у разных производителей по-разному катализаторы сами бочонки пропитаны. Бывает, что в центре катализатора максимальная пропитка химическим реагентом. Ну вот, например, волшебный опель. То есть вот он сверху начал чуть-чуть крошиться. А здесь вон видим кратеры вулкана. Понятно. То есть тут очень много нюансов. Вот он пример убитого пламя-гасителя. То есть он здесь был когда-то? Да. Это вот его остатки. Это перегрев. Это жесточайший перегрев. Потому что ни один металл вот так вот никогда себя не поведет. Другой вопрос. Все, что разрушается, куда девается? Куда уходит? А дело случая, потому что вот по тем же самым катализаторам, вот, например, мы видим, даже вот этот пример, что вот он разрушился. Но здесь он целый, а здесь развалился. Все, что развалилось, ушло назад. То есть в двигатель, ну, только если самая мельчайшая пыль могла уйти. А может быть случай наоборот, что он вот так развалится, у него зад целый, и катализатор не уходит назад. Он не проваливается, не уходит по системе. У него только один путь. Либо здесь быть перемолотым, либо в двигатель уйти. То есть здесь случаи абсолютно разные. Бывает, что вот, например, акцент. Вот катализатор один развалился и забил второй. А, он такой забитый? Это две, там, да, две половинки. И вот видишь, насколько его забило. То есть вот так вот начинается, все. Дальше все в труху. То есть машина заводится, тут же глохнет, все, никакой. Потому что выгнят никуда. Да, да, да. Есть несколько таких образцов. То есть вот когда катализатор сам себя забивает. Это уже, ну, это называется езда до последнего. То есть пока конь не сдохнет. Раньше, в свое время, когда особой альтернативы не было, мы использовали, как и многие другие сервисы, вот такие вот гофры. Ну, качество так-сяк. Ходит год-полтора. Проблема основная какая. Черная сталь. Начинает эта вся сетка ржаветь. Становится дубовой. И гофра, вместо того, чтобы гасить вибрации, просто ломается. Ее рвет. Поэтому мы их больше не используем. Используем мы вот такого типа кольчужные гофры. То есть здесь уже наружка слой не ржа. Она уже не корродирует, не становится дубовой. И эта гофра прекрасно себя чувствует. То есть работает уже много-много лет. И с ней все хорошо. То есть мы их уже сколько ставим. Но их хватает на дольше, да? Да, потому что, говорю, вот раньше вот эти ставили, год-полтора проходит. К нам клиент приезжает опять гофры менять. Опять год-полтора прошло, опять менять. Сейчас мы вот эти гофры ставим. У нас повторно приезжают только если кто-то где-то зацепился выхлопной системой. То есть ее насильственно порвали. То есть не своей смертью погибла. Если у Перегопов покупать. Да, если... Никто не хочет вкладываться нормально. С территории Автограда, грубо говоря. Согласись. Да, согласись. Ну, естественно, приехали. Конечно же. Вот такой вот вариант они сделали и тебе впихнули. Ну, по-самый... Вот, вот. Вот Мазда 6. Самый бюджетный вариант. Вот к нам приехал человек, говорит, мне пламя-гасители поставили. Но все он дребезжит. А у него вот здесь вот огромная плашка должна быть, катализатор. И вот здесь. То есть ему вместо вот этой вот канители нужно ставить вот такой пламя-гаситель. И вот тогда будет песня. Видишь, что ему поставили? А, я понял, да. Во сколько раз он меньше? Ну, это же бюджетнее для них показалось. Это не то, что... Да, это предлагают дешевле. А человек-то не знает. Вот, я прочитаю. Ему пламя-гаситель поставили? Поставили. Он такой, я читал, надо ставить пламя-гаситель. Вы мне поставили? Да, мы тебе поставили. Все, он уезжает, приезжает, говорит, но все равно он дребезжит. Да. Ну, ты же, Вилл, мы тебе пламя-гаситель поставили. Иди нахрен. И все. А потом вот эти вот переделки выходят в несколько раз дороже. Гофры на любой автомобиль у нас всегда в наличии. Будь это какой-нибудь, я не знаю, матизик. Будь это что-нибудь более крупнокалиберное, там, на 76 мм или на 3 дюйма. Длина, диаметр, все это в наличии есть. То есть не надо ничего покупать. Приехали, у нас все сделали. Мы гарантию даем и на работу, и на гофры. То есть все вкусно. Говорят, что корейцы в основном страдают, вырезают катализаторы, боятся, что засасывает пыльцу в двигатель. Да, у них это проблема есть. Это вот откоряется, да? Это, да, это Kia, Hyundai, то есть любой 1.4-1.6 двигатель в большинстве случаев. Вот у них вот такие вот коллектора. И вот здесь вот в этом месте у него находится катализатор. И первый косяк какой, очень короткие раннеры от головки до катализатора, до самого. Плюс вот этот вот изгиб, 1-4 цилиндр, он очень хреновенький, потому что краски совпадают с тактностью. Первый горшок отработал, потом следующий. И получается, продувает первый горшок, и вот эта вот пыль залетает в 4-й. То есть, опять же, когда создается обратное движение газов. То есть, вот здесь, это проблема, я не знаю уже сколько лет, лет 10-12 они их делают. Ну да, как помню, корейцы появились, так оно и пошло. Да, ничего не меняется, то есть, там еще на первых акцентах еще как-то что-то было. А вот сейчас большинство корейцев идут вот с такими каталиками. То есть, есть некоторые модели, у которых катализатор внизу расположен, там в районе кулиса КПП. Но большинство он сделан вот так, и эта проблема для них характерна. На вопрос, когда он разваливается, честно, по опыту не скажу. Потому что у нас бывает приезжает 1000 км пробега, бывает 5, бывает 200 тысяч и целый. Поэтому здесь кому как повезет, но основная масса до 100 тысяч пробега не доживает. То есть, процентов 70-80 погибает на пробеге до 100. Вот, могу так аргументировать, по опыту. А на каком именно пробеге, потому что там кто-то уверяет, что надо до 30-ки убирать, кто-то говорит до полтинника. Ну да. Бздешь, все вранье. Кому как повезет. Потому что здесь, я говорю, очень неоднозначно, вот сколько мы их уже тысячи этих корейцев переделали, случаи абсолютно разные. Я говорю, самый минимальный, это 1100 пробег был, каталик уже начал крошиться, то есть практически новый автомобиль. Максимальный, по-моему, 280 тысяч приехал автомобиль. А совет для корейцев, как его узнать? Если машина для себя, надолго. Я бы сказал, убирайте сразу. Потому что вот эта граната, хрен знает, когда она сработает. То есть в любой момент вы можете спокойно кататься 50 тысяч, вы ехали на трассу, на трассе он у вас сдох. То есть по-хорошему для себя я бы убрал его сразу. То есть появилось время возможности, заехали, убрали. Если же там, я не знаю, машина на продажу, неохота этим возиться, но ждать момент, когда у вас, во-первых, пропадает тяга с низов, то есть тысяч до трех оборотов машина едет вяло, после трех тысяч появляется второе дыхание, и поднимается расход постепенно. То есть там 9 литров, 9,5, 10, 10,5. Как один из вариантов, это хана-каталик. То есть здесь вот такие признаки. Пропали низа, с низов едет плохо, все, каталику хана. Ну, либо жор масла. Начался жор масла, все, убирайте каталик. Приняли нашу трубу. Сейчас будем обрезать. И посмотрим состояние нашего катализатора. 56 тысяч километров. Так, это с двигателя, да, приходит сюда? Идеально. И с той стороны я тоже смотрел, в принципе. Вот так, если посмотреть, тоже пока идеально. Посмотрите, он даже не забитый. На просвет видно. Автомобилю 56 тысяч километров. Автомобиль прошит, и большую часть в осечку катаемся. И смотрите, все чисто. Вот это голова. Сейчас пойдем сделаем анализ. Да, Николай? Ну-ка, расскажи, что мы здесь будем делать? Сейчас мы сначала его анализатором постреляем. Посмотрим, какие циферки он нам покажет. А потом, возможно, дробанем, и уже узнаем его стоимость копейка в копейку. Анализ. Вот средняя строчка, где пока НДНД. Вот, видишь, ПД. Две тысячи, там, тысяча девятьсот. Вот эти вот данные нам интересны. Это палладий. То есть на наличии каких-то дорогих цветных металлов? Да, да. То есть что в нем содержится. Ну, вот с этой стороны. Две двести палладия. Две двадцать родия. Ну, в принципе, это очень неплохой показатель. Сейчас посмотрим, что будет с обратной стороны. Две сто. Данные немножко устаканиваются, потому что у меня тоже есть своя погрешность. Вот сейчас все уточнилось. Две сто и двести двадцать родия. Теперь щелкаем с обратной стороны. Опять же, чтобы иметь понимание. Ну, здесь, скорее всего, сейчас будет слабее. Такая-то сторона... Это задняя. Это уже с стороны глушителя. На выход. Да, видишь здесь, насколько показаний ниже. Показания 590 и 280. Здесь палладия содержится гораздо меньше. С этой стороны. Это нормальное явление. Это многие производители так делают. Что там? Шестьсот пятьдесят грамм весит. Это дробилка. Сейчас вас перемолим в труху. Дробанем. Набрали в пакетик. Веришь? Для того, чтобы усреднить. Да, чтобы показать точное. Потому что одной стороны было больше, с другой стороны меньше. Для этого превращают в песок. И аппаратом уже определяют точное. Вот видишь, с одной стороны у нас было 200, с другой стороны 500. А средней вышло 2200. Видимо, серединка была напитана больше, чем положено. Катализатор 3 508 рублей. Ну, 31 копейка. Это если быть совсем точным. То есть здесь вбиваются все данные по бирже, по доллару, всему. Ну, то есть тут каждый день все это меняется. И вот, получается, на 2600 у тебя палладия и на 880 рублей родия. Вот, грубо говоря, с учетом веса всей канители. То есть вот, ну, внизу итоговая сумма. Все. То есть вот, как правильно это делается вот так. То есть если уж совсем заморачиваться. Ну, а так, в принципе, в целом стоимость катализаторов мы уже и так знаем. Плюс-минус со всеми разбегами. Почему мы предлагаем у него с клиентом уже без лиц этой волокиты, без анализа. Потому что сами за что-то время занимают. Что мы уже плюс-минус знаем стоимость. Мы можем эту стоимость сразу вычитывать из работ. И там либо клиент доплачивает, либо еще как-то происходит. То есть, ну, здесь уже все отработано, накатано. Но по чесноку это делается не на глаз, что, о, хороший катализатор. Да, а это плохой катализатор. Нет, это только при помощи анализатора, таблицы, всех котировок, всех курсов. Вот тогда мы узнаем точно. Бочонок вырезали. Сейчас перец варили. Ставим на место. Потому что по месту, по факту, подгоняем вот эту трубу. Снимаем, обвариваем. Ставим косынку, чтобы, опять же, автомобиль для бездорожья. Чтобы излома не было. Сцеплялась, да. И все, и в принципе, у нас вся работа уже на этом будет окончена. Про разные пламя-гасители. То есть, здесь мы, если мы видим пламя-гасители, 51 труба, ровнейшая. Здесь у нас пламя-гаситель с заужением, с так называемым МЭКСом. Это, опять же, пламя-гасители под разные цели, нужные задачи. Например, на НИВу мы поставим без заужения, потому что, ну, двигателю необходимы. Там одна-две кобылы, и лишними не будут. Если вам дополнительная мощность не нужна, нужно максимальное шумоподавление, то есть, максимально тихая работа, то мы уже можем предложить вот такое заужение. То есть, он создает тот же самый эффект подпора практически, как с катализатором. И система работает так же тихо. То есть, скорость потока не увеличивается. Шумом все это остается в норме, ну, как у стандарта, даже чуть-чуть тише. Работу сделали. Ну что, здесь отрезались вот от чашки, потому что здесь первый кислородник мешается, его переносить не захотелось. Мы его оставили, да? Да, 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 он на родном месте. То есть, был бы он пораньше, мы бы полностью весь конус убрали бы. А так, здесь конус родной оставили, вварили пламик. Здесь сделали, оп, тепленькая косыночку, чтобы, опять же, если вдруг какие-то препятствия, на заднем ходу, чтобы уже не цеплялся, не упираться. Ну, а здесь, что, ну, банально новые прокладки, новые болты, чтобы уже все это держалось долго и счастливо. Гофра, да. Это еще вполне живая гофра. Они, опять же, на него ходят довольно-таки долго и счастливо. А это, если надо будет, приедешь, вырежем, хорошую уже поставим. Ну, вот как-то так. Ну, все, спасибо. Пожалуйста. Ребята, обращаемся, приезжаем в студию выхлопа, город Оренбург, адрес? Улица Беляевская, 5. Да, оставлю все координаты, звоним, пишем. Да, работаем каждый день без выхода. Сною на вопрос. Виталян, зачем ты убрал катализатор? Ну, во-первых, мне самому было интересно, что с моим катализатором. Потому что, как показывал Николай, смерть катализатора приходит в разные периоды жизни автомобиля, да. В моем случае 56 тысяч километров. И резкое охлаждение катализатора. Мы, например, там по воде катаемся и в зимний период. Потому что катализатор нагревается, резкое охлаждение, возможно, он лопается. Как видели, в моем случае катализатор был в идеальном состоянии. Автомобиль я прошивал. У меня есть видео по прошивкам. У меня вторая и третья прошивка. Только на третьей примерно мы определились, какая именно мне нужна. На то я сейчас и катаюсь. После удаления катализатора мне не пришлось перепрошивать электронный блок управления. То есть убрали и я поехал. Кто первый раз будет касаться этого вопроса, кто будет первый раз удалять катализатор, тому, естественно, нужно будет электронный блок управления перепрошить. Какого-то явного увеличения мощности я не увидел. Проехал примерно около 50 километров. Чек у меня не горит, все нормально. В основном по городу. По звуку автомобиля. Какой был заводской, такой и остался. То, что я убрал катализатор, я ни разу не пожалел. Во-первых, это и на будущее. Я уже знаю, что у меня стоит пламя-гаситель. Катализатор у меня не рассыпется. Каких-то проблем мне не будет создавать. Вместо пламя-гасителя ставят просто трубу. Например, там 51 труба идет. Врезают, чтобы не ставить пламя-гаситель. И устанавливают трубу. И у вас получается только сзади один глушитель. То звук будет звонкий и неприятный. Дабы это убрать, я сделал как положено. Установил пламя-гаситель в свой автомобиль. На этом видео я заканчиваю. Надеюсь, полезную информацию получили от меня. Переходите в сообщения, в комментарии. Пишите свои мысли. Будем с вами там обсуждать ту или иную тематику. Переходите в телеграм-канал Нива 07. Нас там очень много. Очень много грамотных людей, которые вам всегда подскажут по ремонту автомобиля Нива. Субтитры сделал DimaTorzok